Финансовые пирамиды это не 3-4 организатора, это команда сотни людей, которые активно заманивают вкладчиков. Во всех финансовых пирамидах есть лидеры-организаторы. Это люди, которые годами работают в разных финансовых пирамидах. Они завлекают народ, получая процент от их сбережений, которые вкладывают в финансовую пирамиду. Как только рухнет пирамида, они уходят в новый проект. Финансовая пирамида это мошеннический проект, который имитирует выгодную инвестицию. Итак, как распознать финансовую пирамиду? Первый признак. Необходимо вложить ощутимую сумму денежных средств. Организаторы финансовых пирамид нацелены на то, чтобы за короткий срок привлечь как можно больше средств. Второй признак. Это очень высокие проценты, которые обещают финансовые пирамиды на вложенный капитал. Нужно понимать несколько очень простых вещей. У нас в стране можно вложить деньги без риска на банковский депозит под 9% годовых. Когда вам предлагают большие проценты под ставку 20, может быть, в 30 раз выше, чем банковский депозит, это должно сразу вызывать у вас огромные вопросы. Третий признак. Чтобы вернуть свои деньги, нужно привлечь своих знакомых. В итоге вывести свои деньги и деньги своих знакомых невозможно. А финансовые пирамиды, которые работают исключительно в интернете, просят дополнительную сумму для ускорения процесса выплаты основных денег. Четвертый признак. Проект продается как ноу-хау. Для начала человеку нужно купить валюту. С развитием технологии блокчейн многие организаторы предлагают фиктивные криптовалюты. Сейчас очень много сервисов, где можно проверить наличие продаваемой вам криптовалюты. Также встречаются случаи фиктивных продаж акций различных торговых марок. Знайте, у компании должна быть лицензия на занятие брокерской деятельностью. Пятый признак. Компания зарегистрирована недавно. У нее минимальный уставной капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию компании можно на сайте Комитета государственных доходов через сервис поиск налогоплательщиков. Зачастую крупные холдинги, в кавычках, зарегистрированы не как финансовая компания, а как другие виды деятельности. Разумеется, от такого предприятия нет поступления налогов. Шестой признак. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях. Различные презентации, розыгрыши всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовый и имейл-рассылки. Таким образом, организаторы финансовых пирамид завлекают моментальными подарками и входят в доверие граждан. Не поддавайтесь искушению. Седьмой признак. При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так. Самое важное – читайте все, что написано самым мелким шрифтом. Если, конечно, заключается договор. Чаще всего нет никакого договора. Восьмой признак. Компания может прикрываться микрофинансовой организацией, кредитным бюро, программой «Антидолг», Центром финансовых услуг. Нередко сопровождаются громкими лозунгами «Избавим от задолженности», «Приумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и другое. Помните, что бесплатный сыр только в мышеловке. Девятый признак. Принимают наличные деньги либо используют различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компаний в банках. Старайтесь не отправлять свои деньги. Но если отправили, то сохраняйте все чеки. Это повысит шансы вернуть свои средства. Десятый признак. Организация не имеет лицензии агентства по регулированию и развитию финансового рынка на привлечение денег от граждан. Такие компании обычно говорят, что их деятельность не требует лицензирования, поскольку занимается особой деятельностью. Проверить наличие лицензии можно на сайте у финрегулятора, отсутствие которой должно вас насторожить в первую очередь. Уважаемые граждане, если вы столкнулись с финансовой пирамидой или в подобную пирамиду вы увлечены ваши знакомые или близкие, просим обратиться в агентство либо в территориальные органы по финансовому мониторингу.